Всем привет! Вы на канале Свой в Бразилии, с вами Илья. И сегодня мы возьмем интервью у ребят, у Алексея и Никиты. Они живут во Флорипе. Они открыли здесь бизнес. Марсинария называется по-португальски. То есть производство мебели из дерева. Сейчас мы зададим вопросы, посмотрим, они нам все расскажут. Вот он, Алексей. Hola amigos. Это Никита. Привет. Они вдвоем этим делом занимаются. Сколько площадь здесь квадратов? Здесь где-то порядка 80 квадратов, может быть чуть-чуть поменьше. Сразу к мясу. Сколько аренда стоит? Слушай, аренда здесь супер выгонная на самом деле получилась, потому что я искал это место, наверное, порядка трех месяцев и объездил все вокруг на районе. Мне предлагали за 1600 реалов место в Марсинарии 2 на 2. Вот тут помимо меня еще 5 человек. Вот, и в итоге мы снимаем это место тоже за 1600. Примерно 300 долларов. 300, там 320. 320 долларов, да. Ну здесь потому что такая улочка может быть не самая примечательная и не самая приметная. Вот, а так тут очень клевые хозяева. Ну ты видел эту бабушку? Да, да, да. Которая вам разрешила. Транквило. Да, транквило. Они все время спрашивают у меня как дела, приглашают на кофе, мы с ними дружим. Ну что, давай я просто расскажу тебе, проведу, наверное, маленькую искусству. Да, да. Тебе, я думаю, ребятам будет интересно, чем мы тут вообще занимаемся. Открывал я это место один. Вот благодаря как раз Илье и Кате я оказался здесь отчасти легализовался здесь в Бразилии, потому что мы легализовались не совсем традиционным путем, мы легализовались по причине того, что наш ребенок пошел в школу. Бразилия такая страна замечательно гостеприимная, которая дает возможность людям получить вид на жительство, благодаря тому, что их дети идут в школу. Делали, все получилось и, мне кажется, получилось классно. Ну и, собственно, стал, естественно, вопрос, чем здесь заниматься. Все началось с того, что я давно хотел сменить сферу деятельности. Я долго работал в алкоголе, был бренд-амбассадором Макавана и руководил там маленьким департаментом бренд-амбассадоров. В общем, очень давно хотел поменять эту сферу, потому что алкоголь это зло и бед карма. Как всегда, помедитировав там полгодика на океан, я наконец-таки понял, чем я хочу заниматься. Мой дедушка был стойлером и я решил продолжить такие добрые семейные традиции. Мне всегда нравилось делать что-то своими руками, особенно там последние пару лет во время пандемии. Бразилия это страна, в которой куча древесины, очень много интересной древесины, такой, которой у нас вообще в России нет. Мне реально было интересно с ней попробовать, поработать и сделать что-то, какие-то изделия. И в итоге, да, открыл мою сценарию, первое время делал изделие на заказ, но в какой-то момент понял, что пока не имея здесь какого-то имени и имиджа, мне будет сложно находить клиентов на заказные позиции. Ну, на индивидуальные изделия. Да, потому что это всегда требует разработки, то есть каждое индивидуальное изделие, оно действительно индивидуальное, и ты постоянно запытаешь велосипед. То есть тебе все время нужно решать кучу технических вопросов. Такая работа, она довольно длительная, и поэтому она должна хорошо оплачиваться, то есть и она должна стоить дорого. А так как я человек здесь новый, и пока у меня нет сформировавшейся вот этой базы клиентов, которые могли бы приходить ко мне с заказами, то брать какую-то большую сумму денег я, ну, не имею такой возможности. В основном сейчас все заказы, которые мы делаем, если мы что-то делаем на заказ, а мы еще продолжаем частично делать какие-то вещи на заказ, но, как правило, не очень габаритные, мы делаем все равно для русских ребят, в комьюнити, которая здесь довольно обширная. Мы решили с Никитой сделать, вообще мы объединились на почве того, что мы хотим сделать свою линейку продукции, ходить с ней на Mercado Libre, выходить с ней в Инстаграм, мы сейчас уже упаковались, не знаю, надеюсь, что Илья оставит ссылочку в описании. Да, конечно, все ссылки ребят в описании будут, и вы можете познакомиться и написать лично. А наши изделия – это детская мебель, потому что и у меня, у Никиты есть дети, и потому что, ну, в этом вообще, мне кажется, какое-то благое такое дело. Да, да. Мебель для детей, мебель, вообще изделие для детей, чтобы они радовались. Недавно, когда мы сделали арку плинкера, арка плинкера – это такая универсальная вещь, мы ее сделали, я принес ее домой, у меня ребенок от нее, несмотря на то, что ей 8 лет, она не отлипала двое суток, то есть она по ней лазила, которую ты можешь использовать и как стол, а не лежать и как качалочку использовать, можешь использовать как лазилку, можно к ней приставить еще доску и получится горка. Супер такая бутифункциональная вещь. Вот, мы делаем их, и мы делаем сейчас растущий стульчик. Кстати, у нас есть здесь первый образец нашего растущего стульчика. Ну, показывай. Да, мы вообще первый. Сейчас, на самом деле, мы уже немножко переформатировали его и уже несколько раз поменяли вообще концепцию. Ну, могу показать? Да, давай, конечно. В России этот товар супер популярный, он сейчас, ну, мне кажется, бумит на всех маркетплейсах. Их много продают, вот. Но здесь пока из того, что представлены на рынке, это только стоки за какие-то космические совершенно деньги. Ну, это, получается, он по сегментам просто его можно вытаскивать, да? Да, его можно вытаскивать. Во-первых, здесь регулируется высота, во-вторых, здесь регулируется глубина самого сидения, то есть, насколько все дети разные, да, и самое важное, чтобы ребенок здесь сидел, и у него были ноги под углом 90 градусов. То есть, это, в принципе, стульчик, который сделан для того, чтобы ребенок находился в правильном положении, и у него была правильная, формировалась правильная осанка. Ага. То есть, он может, получается, и залезть, и сидеть, и может так сидеть, да, за столом, как стулья для Я говорю, это был первый опытный образец, поэтому здесь много косяков, и спинка, сейчас мы ее делаем по-другому, для того, чтобы она повторяла позвоночник, ну, то есть, ортопедическую форму позвоночника имела, и давала возможность как раз съедать правильную осанку. Вот, очень классная вещь, на самом деле, тоже вот. Сейчас мы делаем один стульчик для Никитиной дочки, и один стульчик вот для моей дочки тоже сделали. И уже было несколько заказов здесь, в Флорипе, порядка четырех стульчиков, на самом же продаже. Но мы пока еще не выходили на Меркадо, мы сейчас только запустили Инстаграм, еще даже не начинали гнать туда трафик, но уже как-то органикой там человек 50, по-моему, подписалось, да? Да. А как вы юридически оформились? У нас пока Мэй. Микро-импринтедор, но это микро-предприниматель, если по-русски, да. Да, это микро-предприниматель. Личинка бизнесмара, да. Правильно говоря, мы работаем примерно в ноль. Может быть, в маленький плюс. А сколько, получается, по времени уже вы работаете? Слушай, ну вот в таком формате, в формате не индивидуальных заказов, а именно в формате... Фабричных. Мы ищем дистрибьюторов, которые будут представлять наш продукт на рынке Бразилии. То есть по такому формату, в целом, как будто это кажется логичным. То есть мы сейчас заказали первую партию, чтобы нам нарезали их на ЧПУ на станке, и после этого у нас будут уже полноценные там готовые нарезанные стулья, которые мы просто собираем, красим и... А сейчас вот что делать? Вот смотрю, какой-то у вас что это? Песочница. У нас здесь появился заказчик, который девушка, которая занимается... Который психолог, и она занимается ранним развитием детей. И она говорит о том, что ей нужна песочница, которую она будет вот использовать по своему назначению. Я, если честно, раньше никогда об этом не слышал, но, в общем, тут основная ее фишка в том, что она должна быть покрашена в синее изнутри, а снаружи должна быть деревянная. Это крышка от нее. Это маленькие такие ручки, которые здесь, собственно, таким вот образом будут крепиться. И... Ну, давайте, возможно... Это для дома такая, да, получается? Да, это для дома. Здесь, я так понимаю, засыпается какой-то кварцевый песок специальный. И, в общем, малыш, маленький ребенок, он здесь должен ползать, что-то делать, какие-то... Возможно, да, возможно. Здесь периодически бывают шторма. Мы живем на океане. И вот зимой здесь во время шторма повыкинуло кучу древесины на берег пляжа Прая Моля. Такой большой пляж с выходом на океан, очень красивый. Здесь вообще у Флории порядка сорока трех пляжей. И все они разные. И вот на одном из пляжей просто была куча вообще разного, разной древесины. И мы с моей дочкой вот эту вот всю машину загрузили и... Притащили сюда. А, вот это да. Да. Вот это красота. Есть идея сделать из этого светильники и какие-то столики и что-то еще. Вот это да. Они прям такие, да, декоративные, прям... Слушай, я сейчас тебе покажу одну палку, от которой я просто был вообще удивлен, как такое, в принципе, возможно. Вот это да. То есть она среди камней каких-то росла, видимо, или что-то такое. Вот это да. Ну да, похоже. Даже не знаю, что это, но, в общем, как-то... у нее была какая-то интересная судьба, явно. Например, вот это вот. Здесь сделай вырез, да, поставь, не знаю, там, свечку или лампочку, и вот у тебя готовый светильничек. Чтобы посмотреть на срез, просто я не знаю, что это там... Вот это да. Как будто камень, да, какой-то вот. Да, да. Уже есть удивительная вещь, кстати, которую мне подогнал хозяин нашей мастерской. Вот я сейчас тебе дам, Илья, потрогать, и ты мне скажешь, что это. Очень тяжелая. Напишите в комментариях, что это такое, похоже на большую морковь. Что они все такие? Это как бы не единичные экземпляры. Немножко про природу Бразилия. Это дерево. Как называется дерево? Пишите в комментариях. А Алексей будет говорить правильно или неправильно. Можно там что-нибудь разыграть? Крючок от нашей стоянной мастерской. Я так понимаю, оно редкое, да, достаточно? Ну, в Красную книгу место. А вот эти штуки разрешено продавать. Ну, мы эту интригу оставим. С какими столкнулись вы вообще трудностями, сложностями вот в бразильских реалиях? Что очень сильно отличается от привычного традиционного запуска, например, в России? Ну, то, что здесь быстро кончаются деньги, это, наверное, основная такая трудность и сложность, с которой мы столкнулись. Потому что, несмотря на, ну, вроде как, не сильно высокий уровень жизни, мы просто живем еще в таком месте. Это Флорианополис. Это курортный штат, вернее, курортный город. И живем на его островной части. Здесь все примерно там в полтора-два раза дороже, чем на материке. Поэтому здесь, ну, действительно, расходы довольно большие. И чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. Вот, примерно как-то так. Ну, пока мы еще не сталкивались с наемом сотрудников, но я слышал, что здесь тоже есть определенные трудности с этим. Ну, местные бразильцы, в случае, которые живут в Флориде, они заточены больше под курортную тематику, насколько я знаю, нежели под работу руками. Вот. Но, тем не менее, здесь тоже есть мастерские, здесь есть несколько чуваков, которые занимаются деревом. Также есть марсенария. И наверняка вот среди этих людей, которые здесь проживают, там почти там сколько, 500-600 тысяч человек. Наверняка есть ребята, которые смогут здесь работать. А если нет, то мы переедем в другой штат. Среди русского коммунити, может быть, кто-то захочет. Да. Вот тоже пишите, вот мы оставим ссылочку твою. Пишите. Иankin' со стороны марксинга и каких-то оплаты текущих наших, потребностей, скажем так. Но на оборудование я примерно вложил в районе 5000 долларов. Причем что самое удивительное, что в большинстве своем здесь все дороже, чем в России, но есть вещи, которые дешевле. Спиловочный станок. в россии момент его приобретение здесь в россии он стоил порядка 90 тысяч рублей здесь я его приобрел за 60 это по старому курсу или по новому полугодовой давности ну уже такой переходный был пятнадцатом наверно сейчас уже наверно сравняло что хочется сказать что не всегда она бывает качественным потому что пример вот эти струбцины не знаю можно убраться конечно мы оказались струбцинами это какие вот вот эти вот эти они вообще тоненькие вот эти вот эти чем эти у меня вот такие же струбцины были в россии абсолютно нормальные они были живучи то здесь уже вот некое некие доработки случились но даже они не помогли вот в общем это струбцины говна и мы их практически не используем нормальная при этом стоимость идентичная но это но это было типа мануальная на это дело полуавтоматическое этим станком я тоже не очень оказался доволен поэтому на нем что стоит вентилятор он практически не используется что вот верстачечек мы там собрали на котором у нас основная работа происходит планах еще здесь добавить несколько столов потому что сейчас уже не хватает поверхности для работы мы хотим делать шлифовальный стол мы хотим сделать еще сборочный стол то есть и сделать систему хранения для материала но опять же это все упирается в наши объемы и в поток тех денег которые мы будем наш бизнес будет генерить надеюсь что он все таки будет генерить ближайшее будущее потихоньку потихоньку здесь вообще ничего не было поэтому я считаю что мы уже добились какого-то результата заработав здесь какие-то первые деньги что в общем то неплохо особенно с учетом того что никто из нас до этого соляркой не занимался я считаю что если даже вы работаете в ноль с учетом того что бизнесу два месяца есть некая статистика что если он через три месяца выходит в ноль то это как бы уже хорошо на у вас он уже спустя два месяца вышел то есть значит вы как минимум на правильном пути это еще и при том что мы рекламу никакой не запускали и по идее у нас этот месяц будет такой очень показательный потому что стартует реклама и мы слышали много кейсов когда запускается фейсбук какой-нибудь marketplace или в целом по инстаграму реклама то везде показатели очень классные по рекламе то есть большое количество заявок заявки очень дешевые и с этим можно работать там вопрос только уже конверсии пока у нас есть первые дистрибьюторы которые уже согласились нас продавать на местном рынке они подготавливают частью инфраструктуру и запускается работу и вот этот месяц я думаю что мы уже продадим первые 100 студии развести дело запал заказ на первую партию эти студии чтобы не самим это делать и не ускорить свою пропускную способность свое бутылочное гордышко вот поэтому вообще наша долгосрочная цель это добавлено никите нашу долгосрочная цель это построение такого устойчивого хорошего производства которое мы будем контролировать меньше заниматься операционкой и собственно изготовлением самостоятельно каких-то вещей а в большей степени заниматься его управлением и развитием потому что очень хочется классное производство очень хочется большие мощности несколько чпу станков хорошая аспирация и так далее так далее очень все чем славится классное производство но сейчас у нас такая студийная мастерская скажем так гаражник гаражники на самом деле сравнивали вообще этот бизнес со стульями с российским и здесь прикольные цифры с точки зрения себестоимости продукции с точки зрения и продажной стоимости вот этот маржинальное до плечо и с точки зрения в целом объемов рынка потому что в россии со 140 миллионами населения продается достаточно много компаний который месяц по 1000 единиц таких стульчиков продает здесь этих точек в принципе еще не представлю на компания которая продает за 2000 реалов и так стоит мы планируем продавать два раза дешевле то есть за 1000 не сказать что мы демпингуем потому что это все-таки разные компании с история только начинаем но с другой стороны там большая заложено маржа вы в эти стульчики и большой большой потенциал считая что навесила там 660 миллионов населения мы можем принципе продавать всем на меркаде ливра растет довольно неплохо по наших данным потому что нас есть ребят знакомые которые уже занимаются маркетплейсами и в общем то но те та информация которую мы обладаем о том что и меркады довольно много денег вкладывает свои заказов сейчас там они на год назад вам порядка трех миллиардов они вложили до долларов развития всего этого бизнеса плюс если опять же посмотрите на историю того же самого байлберриса то три года назад япон в россии это поскольку там будет порядка 10-15 процентов ну равно как и сейчас здесь здесь тоже япон занимает 10 процентов от всего ритейла от всего от всех продаж в россии сейчас в россии сейчас это 35 35 процентов грубо говоря мы сейчас сюда как прилетели как будто бы из будущего потому что мы знаем куда двигаться к чему это может привести и мы видим этот потенциал есть это как выходить сейчас на валберис в семнадцатом и семнадцатом году очень верим очень хотим и хотим быть частью этого развития я вас благодарю за эту информацию я думаю всем будет интересно спасибо алексей спасибо никита у вас если будут какие-то вопросы вы можете задавать их в комментариях все ссылочки будут в описании к этому видео задавайте вопросы и алексей с никитой могут сами отвечать на ваши вопросы и также я оставлю контакты где вы можете написать напрямую либо заказать какое-то изделие индивидуально если вы находитесь во флорипе даже если вы находитесь в другом регионе потому что здесь работает доставка вы же можете все отправить на ребята могут все отправить поэтому пишите ставьте лайки если информация интересная всем пока